Здарова! Сегодня у нас в выпуске! Мультяшный платформер! Мрачная головломка! Захватывающая РПГ! Фантастический раннер! Аркада из девяностых! И... массовый таймкиллер! Приступим! Маркус Левел это красочный платформер про паренька по имени Маркус, который безумно обожает видеоигры. Я прихожу из школы и даю уроки. И сколько у меня времени остается, я играю в компьютер. И вот однажды, магическим, либо шизофреническим образом, мальчик попадает прямо в игру. Сумеешь ли ты выбраться? Тебя ждет интересный сюжет и увлекательный геймплей в стиле Раймон. Пройди 40 уровней в 4 мирах, спаси принцессу и вернись домой. Hello Run это на первый взгляд посредственный раннер, без сюжета и новых идей. Вы управляете кем-то или чем-то перемещающимся по коридору, наполненному энергетическими полями, которые вам и предстоит обходить по вертикали. Сложность заключается в том, что эти энергетические поля полупрозрачные, и наслаиваясь друг на друга, мешают понимать, где же находится следующий проем. Вдобавок, темп игры, как и цветовая палитра уровня, меняются от темпа музыкального сопровождения, делая геймплей еще более сложнее и интереснее. Soulcraft 2 это эпическое РПГ про противостояние ангелов и демонов. По мере прохождения тебе будет доступно 7 классов ангелов, со своими уникальными способностями. Кроме того, в игре присутствует долгожданный мультиплеер, так что хорошее времяпровождение с друзьями тебе обеспечено. Lost Toys это мрачная и интересная головоломка про мертвый город, в котором тебе будет необходимо отыскать и починить поломанные игрушки. Зачем? Хрен его знает. Каждая игрушка складывается по принципу кубика Рубика. И после правильного соединения конструкции, фигурка обретает свой первоначальный цвет и вид. В игре 4 главы и 32 запоминающихся уровня. SuperFrog HD это ремейк игры 1993 года. Нам выпадает роль принца, которого злая колдунья превратила в жабу и похитила его возлюбленную. Ну и наша цель ясна как пень. Добраться до ведьмы и освободить принцессу. По пути собирая монетки и истребляя монстров. Ну и последняя игра в нашем списке Demon Dash. Игра, которую можно смело назвать массовым таймкиллером, способным истреблять время сразу четверых игроков. Основная задача пересечь финишную черту быстрее своих соперников. Все управление сводится к одной кнопке, которая приводит в действие вашего демона, заставляя его крутиться вокруг своей оси, указывая стрелкой направление потенциального движения. Отпуская кнопку, существо летит в заданном направлении, тараня все на своем пути. Эмоцией будет море. Ну что ж, на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Если ты настоящий мужик, будь мужиком, блядь. Это был обзорок МопЮэй, и я Трэш. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!